Валерия, как много решений для розницы сейчас есть в портфеле 1С и как этот расклад изменился за последний год? Надо сказать, что немногие знают, что решения для розничной торговли в линейке 1С были всегда, и больше того, это было даже самым первым решением 1С, не бухгалтерия, которую все знают, а именно торговое решение. Собственно говоря, линейка торговых продуктов от компании 1С содержит несколько продуктов, которые предназначены от задач, которые решаются для самых мелких компаний до самых крупных. То есть в первую очередь это, конечно, для самых маленьких компаний 1С касса, которая позволяет вести простейший учет. Для оффлайн-магазинов это 1С розница, это один из самых распространенных наших продуктов, который позволяет вести все виды розничной торговли, все варианты, решает все задачи, которые связаны с розничной торговлей. Для компаний, у которых есть еще, например, производство и услуги, это продукт 1С управления нашей фирмой, который позволяет также торговать розничным компаниям, но при этом решать еще другие задачи. А для более крупного ритейла у нас есть наш флагманский продукт ритейловый, это 1С управления торговлей, в которое можно уже детально управлять всеми торговыми процессами, реализовывать все виды торговых процессов, все виды торговли. Линейка за последний год не поменялась, но за последний год сам функционал этих решений несколько изменился. То есть линейка в целом у нас остается постоянной, мы ее развиваем, но новых продуктов пока не добавляем. Но тем не менее, все равно на себе наверняка давление пандемии ощутили, и как компания, и как компания-разработчик. Вот приходилось ли такие решения выпускать, которые нужно было тут же раскатывать, хотя, например, условно в мирное время вы потратили, может быть, чуть больше времени на то, чтобы их обкатать? Ну да, конечно, и нас не обошла ситуация, которая случилась в прошлом году. И действительно, нам пришлось перестроить и поменять процессы свои, поскольку времени до выхода, как в обычном режиме, при том, что все разошлись по домам, да, и тестирование, в том числе выпуск программных продуктов, пришлось несколько перестраивать сам процесс. Вот, действительно, мы выпускали наше решение мобильная касса, развивали, очень быстро выпустили нашу витрину 1СМак, для того, чтобы наши клиенты могли очень быстро организовать интернет-канал. Это такой сервис, который позволяет очень быстро открыть витрину и начать торговать в онлайне. Вот, этот сервис, конечно, в другое, в мирное время, наверное, занял бы гораздо больше времени, а тут его пришлось выпускать практически с колес. Но ситуация была такова, что, к сожалению, торговли действительно достаточно сильно досталось, наверное, больше, чем в любой другой отрасли. И мы, как вендор, который производит программные продукты для торговли, должны были поддержать и по возможности помочь нашим клиентам как-то адаптироваться к ситуации. Поэтому, действительно, пришлось выпускаться гораздо быстрее, чем мы привыкли. Если говорить все-таки про какие-то выводы или уроки пандемии, то что бы вы для себя вынесли? С одной стороны, наверное, вот что мы вынесли по опыту наших клиентов, это в первую очередь, что всегда очень важно хорошо понимать, в какой точке ты находишься. И те компании, которые хорошо осознавали свое положение, смогли быстро перестроиться и придумать, каким образом им быстрее перестроить свои процессы, то есть что-то придумать. То есть хорошо нужно понимать, в какой момент и какими ресурсами компания сейчас обладает. Если же говорить о том, как мы, как компания-разработчик, то, безусловно, мы теперь больше внимания уделяем средствам удаленной разработки, организации именно удаленной разработки. И если раньше мы этому, надо сказать, такого большого внимания не уделяли, то есть нам пришлось, конечно, научиться это делать и развивать средства для такой работы. Если в целом говорить про цифровую трансформацию бизнеса, которая длится уже немало времени, по крайней мере, последние лет пять, то какие, на ваш взгляд, ключевые изменения за это время случились? Ну, наверное, можно разделять цифровую трансформацию на два этапа. То, что происходило до пандемии, это, наверное, была одна цифровая трансформация. Они уже тогда начали много говорить. Но если говорить о том, что случилось, собственно говоря, после пандемии, то это вот как раз-таки, наверное, самая настоящая цифровая трансформация. То есть, во-первых, нам кажется, что компании на себе ощутили вот прям в живом режиме последствия каких-то провалов, разрывов автоматизации. То есть там, где требовалось много ручного труда, там, где требовались люди, все эти разрывы вот в условиях, когда карантин, все эти разрывы стали губительными. То есть кажется, что компании осознали необходимость автоматизации, скажем так, быстро и очень заметно. Во-вторых, безусловно, изменился подход к развитию IT-систем. То есть если раньше было очень много длительных стратегий, то, безусловно, в условиях, когда мир очень быстро меняется, в первую очередь стали делать быстрые проекты, которые могут быстро выпускаться на рынок с коротким циклом выпуска. И в первую очередь сильно поднялась важность именно сервисного подхода, когда можно использовать какой-то сервис без перенедрения систем, запустить его, условно говоря, рядом стоящий с текущим ландшафтом, и уже пользоваться теми плюсами, которые он дает. То есть, наверное, еще одним выводом это усиление позиций сервисной архитектуры, можно сказать. Но традиционно среди розниц очень много пользователей 1С. И какие направления могли бы особенно выделить? И есть ли вот решения, которые постоянно требуют доработки? Что в последнее время происходит в этом направлении? Ну, стоит также сказать, что в последние годы очень активно развивается цифровая экономика именно с точки зрения законодательного. То есть, это и цифровая маркировка, переход на электронный документ, наоборот, и усиление различного электронного взаимодействия с регулирующими ведомствами. И торговле в этом смысле тоже досталось достаточно много изменений за последние годы. Поэтому наши продукты постоянно развиваются для того, чтобы поддерживать законодательство. Это в первую очередь. И, конечно, мы стараемся поддержать и дать возможность нашим клиентам работать со всеми необходимыми цифровыми сервисами с точки зрения законодательства непосредственно из учетной системы. И из-за этого мы постоянно тоже обновляемся и выпускаем эти решения. Ну и, безусловно, меняется мир, меняется потребитель. И все, что касается изменения потребительского поведения, мы тоже стараемся реализовывать. Поэтому продукты постоянно развиваются. Нельзя сказать, что что-то выпущено и остается неизменным. Все продукты приходится развивать. Ну, получается, что для вас, как разработчиков для розницы, мирного времени вообще не существует. Вот за последние годы что-то уже не вспомню. Действительно, изменений достаточно много, и идут они прямо один за другим. Ну, остается только удачи пожелать вашему нелегкому труде. Спасибо большое. Спасибо.